Компания Кораль представляет Роберто Мол, Дат Дейджер, Рикардо Бьянки, Шанталь Бодо, Джонатан Монтенегро, Мануэль Салазар, Флор Елена Гонсалес, Мариселла Буйтраго, Антонио Куевос, Луис Альберто Демосос и другие. Субтитры создавал DimaTorzok Продюсер Хосе Херардо Гильен, режиссер Тони Родригес. Вы нервничаете, и это нормально. Я понимаю, речь идет о вашей сестре. Я сочувствую вам. У вас... у вас есть что-то такое... Я знаю, что вы всего лишь один из врачей, но... Нет. Не трогайте меня. Господи, простите, доктор. Вы... Вы... Вы, наверное, думаете, что я... Что я спятила. Я тоже чувствую, что я веду себя ненормально. Давайте забудем, что я... Приходила. Мне нехорошо, наверное, я заболела. Еще раз простите. Я не знаю, что делать, Висенте. Я совсем растерялся. Лиза не звонила. Маргарите нехорошо. Приходил Сантьяго, и мы поссорились. Почему? У меня такое чувство, что это он виноват в исчезновении Лизы. Вряд ли, Августу. Я видел, что вчера он был в отчаянии. А когда они появились вместе, они были такие счастливые. Это-то мне не нравится. Я тоже видел, что они счастливы. Лиза вся светилась и вдруг исчезла, словно испарилась куда-то. Ты говорил с ее друзьями в больнице и в университете? Я поговорил со всеми. Почему она не звонит? Неужели трудно снять трубку, чтобы мы знали, что она жива и здорова? Августа, постарайся успокоиться. Я понимаю, что ты нервничаешь, но сейчас главное набраться терпения. Подумай, попробуй разобраться. Раз Лиза ушла из клуба, но забежала домой за вещами, значит, она решила уехать. Значит, с ней все в порядке. Нужно подождать, когда она соберется с мыслями. Она обязательно позвонит и расскажет, что там у нее произошло. Простите, сеньор, когда мы полетим? Как только появится пассажир. У вас всего двое, туда почти никто не едет с тех пор, как началась эпидемия. Спасибо. К чему такая спешка? Ты свободная женщина, и он вряд ли отыщет тебя в джунглях. Кто он? Мужчина, от которого ты сбежала. Простите? Я знаю Сантьяго. И знаю, что он мастер разбивать чужие сердца. Кто вы? Откуда вы столько о нас знаете? Я Анибол Салис, брат Барбары. Еще одной жертвой Сантьяго. Господи, что со мной? Я себя вела, как ненормальная. Что я наговорила? Сильвия! Сильвия, подожди! Что с тобой, дорогая? Ты такая бледная, словно увидела привидение. Сильвия, милая, ты почувствовала, кто я. Вот что с тобой случилось, девочка. Сантьяго сломал жизнь моей сестре. Он делал вид, что любит ее, но он врал. Он мечтал стать компаньоном отца, а Барбара могла на него повлиять. Отец делает все, что попросит его любимая дочь. Все было не так. Ты забыла, что он одновременно крутил роман с двумя? Я не желаю ничего слышать. Я понимаю, что ты чувствуешь. Я много раз видел Барбару в похожем состоянии. Сестра даже пыталась покончить с собой. Не надо, не плачь. Он не стоит твоих слез. Сильвия, почему ты поругалась с доктором Контрерасом? Я с ним не ругалась. Но ты разозлилась. Вот почему ты дружишь с сестрой, вы обе упрямые. Ты только что сказала, что выбежала от доктора Контрераса не в себе. Да, да, но... Ты так поняла. Я знаю, что он хороший человек. Твоя сестра его обожает. Он ничего не сделал. Мы почти не говорили. Тогда я уже совсем ничего не понимаю. Не важно, Руби. Не бери в голову. Я... Я сама толком не понимаю. Давай забудем и... Всё. Я себя неважно чувствую. Бедняжка, ты нервничаешь из-за того, что произошло с Лизой, да? Не знаю. Наверное. Я чувствую, что теряю контроль. Над происходящим. И я к этому не привыкла. Увы, часто получается не так, как нам хочется. Руби, я пойду. Мне нужно прогуляться, собраться с мыслями. Позвони, если будут новости о Лизе. Хорошо? Обязательно. И, пожалуйста, передай доктору Контрерасу, да? Нет, ничего не передавай. Как скажешь. Невероятно. Сантьяго бросил меня ради медсестры. Даже не ради Маргариты, которая будто бы ждёт от него ребёнка. Эта мерзавка наверняка всё придумала. Я отвезла твоего брата в аэропорт. Я поняла. Это заметно по твоему лицу. Если бы ты так переживала из-за меня. Мама, я не хочу, чтобы ты страдала, но иногда мне кажется, что ты любишь Анибла намного больше. Это не так, Барбара. Ты моя дочь, и я не делаю между вами различия. Хотя иногда... Договаривай, мама. Ты всегда останавливаешься на полусловии. Наверное, это из-за того, как твой отец обращается с Анибалом. Он всегда к нему придирался. А я старалась мальчика утешить. Мне казалось, что ему больше нужна моя помощь. Ты... Ты другая, отец тебя балует, выполняет все твои капризы. Это давно не так, мама. В последнее время папа ведёт себя странно, он очень изменился. Бизнес для него значит гораздо больше, чем страдания родных. Ты так говоришь, потому что он требует, чтобы ты забыла Сантьяго. Не только, мама. По-моему, он рассердился, что эта женщина сбежала. Может, он имел в виду что-то другое? Иногда я с трудом его понимаю. Потому что он думает только о себе. Барбара, хватит бегать за Сантьяго, Ортега. Говори честно, что ты задумала. Ты надеешься его вернуть, потому что медсестра ушла? Ответь мне. Откуда ты знаешь, что я была невестой Сантьяго? В компании болтали, что Сантьяго встречается с медсестрой из соседней больницы. Когда я видел тебя у директора, я сразу понял, что это и есть ты. Почему? Никто не устоит перед такой красотой. Нет, нет, не надо. Мы единственные пассажиры. Если не поторопимся, самолет улетит без нас. Спасибо. Я словно рыба, столько проболтаться в воде. Симпатичная рыбка. Самая красивая. Перестань. Знаешь, я никогда не думала, что океан так завораживает. Конечно, я видела в журналах, по телевизору, но это совсем не то. Столько сардинок, миллионы, и они совсем меня не боялись. Да, это волшебное место. И так тихо. Я слышала, как бьется мое сердце. Я впервые в жизни смогла прислушаться к самой себе. Это потрясающе. Невероятно. И как бьется твое сердечко? Как любое нормальное сердце. А мое бьется сильнее. Всякий раз, когда я вижу тебя. Всякий раз, когда мы оказываемся рядом. Что? Ничего. Я недавно порезалась, рана еще не затянулась. Покажи. Ранка небольшая, но похоже, что она воспалилась. Видишь, покраснела. Это нехорошо. Не бери в голову. Морская вода лечит любые болячки. Это верно, но я знаю другой способ, более действенный. Какой? Не догадываешься. Поцелуй. Вот так. Вот так. Вот так. Чтобы наш пальчик знал, что он должен скорее поправиться. Лучшее лекарство для души и для тела. Это любовь. Перестань. Почему? Тебе неприятно? Нет, но... Я чувствую, что... Не знаю. То же самое, что и я. Словно сотни маленьких сардинок побежали по твоему телу. Похоже. Спасибо. 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 Валерий Курас Я пришла первой Что мне делать с этими воспоминаниями? Ну что, нашел? Нет, нет Терпение Нужно набраться терпения Она просто исчезла Никто ничего не знает Ни родные Ни подруги в больнице Ни в университете Как сквозь землю Провалилась Она вернется Подумай, ты вернется Сантьяго Лиза должна вернуться Она не может просто взять и все бросить Пусть отдохнет Соберется с мыслями Хавьер Почему Лиза со мной так? За что? Почему она не пришла? Не дала пощечину? Не послала к черту? Это лучше, чем мучиться неизвестностью Не зная, что случилось Куда она отправилась? Я не понимаю этого Она ушла И забрала с собой мою душу Без нее Жизнь потеряла смысл Мне все равно, что будет Лишь бы увидеть Лизу Франциско Ничего не говори Дай полюбоваться Я хочу запомнить эту минуту Твое лицо Прекрасные глаза Твои губы Знаешь Я не мог даже представить Что я Способен на такое сильное Всепоглощающее чувство Это прекрасно Одна мысль о том, что ты рядом Что я могу Тобой любоваться Франциско, я Понимаешь, я Что? Что? Не важно Нет, важно Говори Ты будешь смеяться Обещаю, что не буду Со мной никогда такого не было Ты правильно сказал Будто во мне Плещутся сардинки Хотя это Больше Похоже на бабочек Видишь, ты смеешься Нет, нет Это не над тобой Это невероятно Ты во мне пробуждаешь Самое чистое Самое доброе Я тоже кое в чем признаюсь У меня ужасно свело живот От страха? Нет, скорее От голода Правда, я умираю от голода А ведь мы раздобыли Настоящий деликатес Ты умеешь готовить Лобстера, а? Нет Это просто Я тебе объясню Слушай и запоминай Пока я жив Так Набираем полную Кастрюлю воды Кидаем туда лобстера И кипятим Поставить на огонь Ты сможешь? Конечно, дурачок Дурачок Ты меня обижаешь Не сердись Я не хотела Не бойся, не бойся Я пошутил Хотел посмотреть Как ты краснеешь Ну Хватит Прохлаждаться Пора За дело Только не торопись Осторожней Не дай бог Опять поранишь палец Ладно? Пошли Пойдем Пошли Осторожней Осторожней Я проверил все места Куда могла отправиться Лиза Я просмотрел старую записную книжку На случай, если я забыл каких-то знакомых Поведение Лизы действительно странно Был один телефонный звонок Подошла Маргарита Она сказала, что положили трубку Я подумал, что это Лиза Но она не перезвонила Правда, Маргарита плохо положила трубку И она разрядилась Вряд ли это была Лиза Она бы подождала и обязательно перезвонила Не знаю, Висент Я не знаю, что думать Сейчас лучше вообще не думать Просто запастись терпением Если бы случилось что-то плохое Мы бы уже знали Я собирался порасспрашивать на автобусных остановках В полиции И в мотелях Если Лиза забрала вещи И ее нет у друзей Она могла уехать из города Ты не можешь быть в этом уверен Я вообще ни в чем не уверен Я только знаю Что она пропала Да, Сантьяго говорил, что она ушла из клуба с мужчиной Что? С кем? Я не знаю Охранник клянется, что она была не одна Откуда это? Подарок От кого? Лиза Ты такая хорошенькая Да, очень Висент Висент Почему ты вдруг замолчал? А, я задумался Не обращай внимания Августо, ты сказал Охранник видел, как Лиза уходила из клуба Да Ты не знаешь, кто бы это мог быть? Нет Но я выясню Господи, я так близко к ним И я не знаю, как им помочь Как сказать детям, что я жив? После всего, что было После стольких лет Поймут ли они меня? Примут ли меня? Господи, я не знаю, что делать А как ты узнаешь, что это за человек? Августо, ты же сам сказал, видели, как они выходили из клуба? Да Значит, тот, кто их видел, может описать мужчину Я этим займусь И немедленно Сейчас же Дорогой, мне надо уйти Куда, Маргарита? Ты себя неважно чувствуешь Не создавай мне новых проблем Мне уже лучше, дорогой И я ненадолго Я не могу всю беременность просидеть в заперти Маргарита Ладно, иди, мне сейчас не до споров Я с тобой, Висента Нет, 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 оставайся дома Вдруг Лиза позвонит Кто-то должен быть здесь Да, вдруг она позвонит Ну, ладно, пошли Пока, милый Я ненадолго, хорошо? Береги себя Добро пожаловать в Зеленый Ад Что? Я так зову джунгли Лучшего названия не подберешь Мне нужно в медицинский центр Это далеко? Смотря как и на чем ехать Кстати, здесь не просто передвигаться Сначала пешком, потом на джипе Потом на мотоцикле А остаток пути добираешься на каное Ты когда-нибудь плавала на каное? Это такая длинная узкая штука с дыркой посередине Нет, я впервые в джунглях Ну, не бойся Я тебя отвезу Я не хочу тебя утруждать Не беспокойся, я доберусь сама Лиза, ты в джунглях? Это не центр города, где можно поднять руку И остановить такси Так что соглашайся, а то пропадешь Кстати А вот и джип Не бойся Как дела, Бонифацио? Привет, босс Перебирайся назад и помоги, сеньорите Конечно, конечно, прошу Сюда, садитесь Пожалуйста Кошмар Нужно сообщить доктору Контрерасу Что? Плохие новости, Ализи? Не каркай С чего ты взяла, Руби? У вас были такие лица И вы говорили о докторе Контрерасе Потому что это его касается Ну-ка Точно, эпидемия в джунглях Все говорят, желтая лихорадка Но вакцина не помогает Число заболевших растет Если не желтая лихорадка, то что? Вы слышали? О чем? В джунглях эпидемия Нужно сообщить доктору Контрерасу Там с каждым днем все хуже Ни в коем случае Это сплетни Желтая пресса Ошибаетесь, доктор Хайма уже знает Это эпидемия И положение очень серьезное Мы тоже можем заразиться Милочка, где ты живешь? Эпидемия в джунглях Да, но мы ничего не знаем Об этом вирусе Теперь мы сможем его изучить Пусть доктор Контрерас работает Это его обязанность Хорошо бы он разобрался С нашим местным вирусом Руби, перестань Синьора Дели, извините Но я не могу его спокойно видеть Я хочу показать статью Хайма Можно взять газету? Конечно, берите Спасибо Невероятно Все эти дома брошены Точно Так и есть Все уехали Люди бегут от эпидемии, босс Многие уже умерли Я же говорил Это зеленый ад Ну, зачем ты сюда приехала? Я понимаю желание сбежать от Сантьяго Но так рисковать жизнью Я здесь не из-за него У меня задание Какое задание? Только не говори, что тебя послали сюда на работу Если я могу чем-то помочь Значит, мы решили стать героиней Осторожнее, это хитрый вирус Смотри, не подцепи Босс, здесь говорят, что он не просто хитрый Он еще и сильный очень Я должен найти Лизу Лучше горькая правда, чем мучительная неизвестность Говорят Что время Лечит любые раны В твоем случае Нужно просто подождать Как? Сидеть, сложа руки Я должен знать, с кем она ушла И почему Сантьяго Тебе остается только ждать 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 И верить Все валится из рук Иди домой Постарайся расслабиться Отдыхай И жди Жди, когда она вернется Хайме Смотри, что пишет в газетах Хайме Почему ты такой грустный? Что я сделал со своей жизнью, Делия? В чем дело, дорогой? О чем ты говоришь? Здесь была Сильвия Она тебя видела? Мой кенгуренок В последний раз Я ее видел Когда ей было Девять лет И что? Она тебя узнала? Меня Узнало что-то Внутри нее Бедняжка Она даже не понимала Что происходит И спросила Кто я? А ты? Что? Что я мог сказать? Она хотела узнать Она хотела узнать о сестре Хоть что-нибудь узнать А я не знал, что ей ответить Стоял перед ней Смотрел и... Хайме Твои дети с каждым днем Все ближе Скоро придется Что-то решать Они и близко, и далеко, Делия Ты знаешь, что я почувствовал Когда я увидел Сильвию Мою маленькую Сильвию С которой мы не расставались Анжела даже прозвала ее Кенгуренком Потому что она всегда была со мной Мы везде ходили вместе Мы... Хайме Дорогой Она была здесь, Делия Я мог протянуть руку и... Когда я на нее посмотрел В ее глазах что-то мелькнуло Как будто Как будто она вспомнила Что это было? Странное чувство Какое-то беспокойство Почему, если я его никогда раньше не видела? Я знаю, что тебе сейчас нелегко Но ты должен быть сильным Дорогой Дорогой Есть 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 новости об эпидемии Они до сих пор считают, что это желтая лихорадка Начали использовать вакцину Но болезнь распространяется Конечно А как же иначе? Еще бы Это не лихорадка Как можно быть такими безответственными? Доктор Серпа Говорил с Министерством здравоохранения? Доктор Серпа считает, что это несерьезно Но я же показал Результаты анализов из Атланты Похоже, что мы не можем на него рассчитывать Нужно найти другой способ Донести до людей правду Боюсь, что Мне придется самому обратиться в Министерство Я постараюсь завтра же связаться с коллегами из других лабораторий Если мы не примем срочные меры, эпидемия выберется из джунглей Господи, ну почему все так сложно? Почему я чувствую себя слабой? Впервые в жизни я не знаю, что делать Карлос Мы не сможем ничего сделать, пока не получим отчет инспектора Это мне не нравится, инспектор Кто дал ему право решать, что с нами будет? Я согласна с Руби Я знаю, что бы ни было в отчете, это отразится на всех Ущерб слишком большой, некоторые помещения нельзя использовать И мы не сможем начать ремонт, пока не узнаем, что произошло Значит, нужно готовиться к худшему Да, я не пессимист, но я не уверен, что решение будет в нашу пользу Если они предпочтут снести здание, я не представляю, что мы будем делать Доктор, доктор Контрерас А, Руби, привет В чем дело? Я видела Сильвию, сестру Лизы Она сказала, что заходила к вам Да, на минутку Она была очень взволнована Она переживает А она что-нибудь сказала? Да, что разговор с вами получился не такой, как она думала Доктор, поймите, семья Лизы переживает не самые хорошие времена Вы же не сердитесь? Нет, нет Сильвия расстроена, она не понимает, что делает Не нужно ничего объяснять, я знаю Сильвию В смысле, я понимаю, каково ей сейчас И поверь, никто лучше меня не представляет Через что им пришлось пройти Никто лучше меня Я не вру Если хочешь, мы прогуляемся, чтобы ты могла убедиться Ты поймешь, что здесь уже никого не осталось Все разбежались, когда стали умирать люди Куда они уехали? Я не верю, что они бросили свое имущество Индейцы легки на подъем Весь их скарб легко умещается в паре узлов Они боятся Боятся? Они просто не хотят работать Это нормальное стремление избежать гибели Почему власти не могут справиться с лихорадкой? Где обещанная вакцина? Это не так легко Лиза, ты только что из города А я провел с этими животными много времени Они люди Я в этом не уверен Ну извини, я пошутил Если я не буду смеяться, я впаду в депрессию или в панику Я давно пытаюсь что-нибудь сделать, но с каждым днем становится все хуже Рабочие разбегаются, индейцы умирают А мы несем огромные убытки Люди не виноваты Ну почему нельзя завести вакцину и покончить с этой проблемой? Нет, они говорят о каре свыше, о гневе богов, о проклятии предков Хотя это простая болезнь, которая лечится Нет, это не так Почему? Только не говори, что ты тоже веришь в индейские бредни Этого не может быть, ты медсестра А медсестры не страдают предрассудками? Лучше бы это были предрассудки Я уверена в одном Это очень серьезно И это не решить за один день На минуту мне показалось, что это Лиза Нет Тебе дали выходной? Я взяла сама Я не могла оставаться в офисе Ты заболела? Нет, нет, я здорова Сильвия, ты дрожишь? Что стряслось? Ничего, Августа, я в порядке Я не понимаю Чего? Ничего В чем дело, Сильвия? Ты всегда была рядом в трудную минуту Потому что ты об этом просил Верно Мы сделали из тебя генеральшу И если бы не ты Мне было бы трудно найти правильное решение Подходящее Устраивающее всех Ты думаешь, что мы можем Оставаться прежними? А ты сомневаешься? Раньше все было проще Я чувствовала, что могу все контролировать А сейчас? Я растерялась Так Малышкам Нужно ванную После веселой прогулки Нужно привести себя в порядок Ну-ка, давайте, поехали Сильвия Сильвия Ты дома? А почему так рано? Алисия Аврора, милые Почему они грязные? Они ели мороженое Раз в неделю можно побаловать Папа купил вкусное мороженое Потому что они были умницами И хорошо себя вели В ванную Скорей в ванную Поехали купаться Так, так Так, так, так Аккратно Так Ага Сильвия 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 Не надо Он же не отходит от девочек Он отлично справляется Перестань Что ты говоришь? Как это Сильвия ушла домой? Я говорю, потому что она попросила Вернее, приказала Что не одно и то же Не может быть Мы не обсудили детали завтрашней съемки Ну, придется отложить до утра Я сомневаюсь, что Сильвия еще появится Ты же знаешь, она жутко упрямая Она объяснила, почему уходит Похоже, у нее проблемы с сестрой Она исчезла или что-то вроде того? Да Наверное, это серьезно, раз Сильвия бросила дела Ты прав, Борис Я тоже заметил, что она нервничает Она намекала, что у нее проблема Но я решил, что она говорит о муже Меня это не удивит Я считаю, только между нами Что ее брак не удался Знаешь, Карлос не тот мужчина, который ей нужен Ты согласен? Абсолютно, Борис Звонил сеньор Сильвер Он хочет, чтобы мы отправили партию кукол на Карибы А, заманчивое предложение Еще бы Это значит, что Сильвии придется туда ехать Мы отправляемся в командировку На Карибы на три дня Раздеваемся Нет, нет Не пытайтесь убежать Не удастся Все равно догоню Потому что я большой и сильный И никаких игрушек Ни мячиков Ни рыбок Вы опять устроите в ванной террорам Мне надоело каждый раз убираться Собирать воду Только если Только если вы пообещаете съесть суп Договорились? Аврора Что скажешь? По рукам? А ты? Да? Ну? Какие хитрые, а? Хитрые заморашки Мы идем купаться Они такие грязные Надо следить, чтобы они не пачкались, когда гуляют Почему? Подумаешь, капнуло мороженое Это же дети По-твоему, это капнуло? Сильвия, они счастливы Ты видишь Какие они довольные Мы не всегда возвращаемся такие Папа старается, как может Как он умеет Ты их любишь? Скажи честно Обожаю Обожаю, Сильвия Обожаю Я наберу ванную Уже набрано Я все готовлю перед прогулкой Прошло много времени, вода остыла Ну и что? Они не любят купаться в горячей Правда? Они предпочитают нормальную, да? Так, ребята? Что это? Игрушки для ванной Не сидите долго, девочки могут замерзнуть Пока не замерзали, Сильвия Я не засовываю их силой Купание должно приносить радость Ты каждый день гуляешь в парке? Да Ты велела Мы гуляем Мы делаем что-то не так? Ты гуляешь один? Прости Я спрашиваю, ты ходишь в парк один? Нет Я хожу туда с девочками А с кем же еще? Ой Ну все, купаться Купаться Мы идем купаться Неправда, Карлос Ты ходишь в парк не один Вот мы и на месте Я обещал, что все будет хорошо Спасибо Надеюсь, что доктор Фонсека меня ждет Подожди Ты не представляешь, какие еще будут сюрпризы Я сумею произвести на тебя впечатление Готовься, Лиза Твоя жизнь скоро изменится Фильм озвучен компанией Готовься, Лиза Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Апуру Апуру Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok